Будете ли вы встречаться с противоположной половой версией себя? Объясните, почему? Конечно, я прекрасно лажу с собой. Главным недостатком будет то, что у нас не будет разных слабостей, чтобы мы могли дополнять сильные стороны друг друга. Согласен, я бы лучше встречался с тем, кто бросает мне вызов, а не просто постоянно соглашается со мной. Не поймите меня неправильно, если я буду встречаться с тем, кому нравится всё то, что и мне. Это будет классно, но я думаю, что в конечном итоге это может быть немного скучно. Это именно так. Мы бы так хорошо провели время, но мы бы не смогли сделать что-то оригинальное вместе. Встречаться с этим неудачником? Безусловно, самый простой и лучший ответ. Мне будет трудно встречаться с самим собой, потому что я ненавижу себя. Однако, с такой самооценкой, я, кажется, смогу встречаться только с собой. Да, она наверняка знает все лучшие места, где можно купить тако. Разве это не значит, что вы уже знаете все лучшие места, где можно купить тако? Эти знания не складываются, лол. Вы либо знаете, где можно купить лучшие тако, либо нет. Окей, а вы знаете, где самые лучшие хот-доги? Два стеснительных человека, ни один из которых не готов говорить первым. Думаю, это будет немного странно. Жиза. Да, и даже если бы мы заговорили, то первый поцелуй никогда бы не случился. У меня противоположное мнение. В любом случае, я в основном люблю говорить только сам собой. И я достаточно странный, чтобы понять меня, потому что многие люди меня не понимают. Но, несомненно, вы сможете лучше общаться и понимать друг друга, обладая одинаковыми чертами. Для застенчивого человека наличие друга, который идеально понимает его, может действительно помочь и сделать первый шаг, чтобы стать более открытым. Я на самом деле какое-то время встречался с девушкой, которая была моей зеркальной копией. Не физически, а как личность. У нас было одинаковое мировоззрение, отношение к жизни, мнение относительно каких-то вещей. Мы с ней впервые встретились в колледже. Это было удивительно, когда мы с первых дней в колледже начали идеально понимать друг друга. Я был уверен, что моя мечта осуществилась. Но с годами это разрушило наши отношения. Это была эхо-камера. Если когда-нибудь возникнет ситуация, с которой я не могу справиться, то она тоже не могла. И это очень меня раздражало. Я не мог оценить в ней все хорошие качества, потому что я привык к этому в себе. Наши пути разошлись сразу после колледжа. Я до сих пор помню то время, когда мы любили друг друга по-настоящему. Но такие отношения долго не смогут длиться, потому что вы оба идеальные копии друг друга. Я женат на женщине, которая является идеальным дополнением меня уже более 11 лет. И ваш ответ был ближе всего к тому, что я приписываю к нашему успеху. Я дерзкий и часто рискую, в то время как она размеренная и осторожная. И мы находим способы, как идеально помогать друг другу в разных ситуациях. Я думаю, что свидание с самим собой было бы очень странной штукой. И в конечном итоге ничего бы не вышло из этого. В отношениях мне нужны именно те черты, которых у меня нет. У меня тоже был такой опыт. Мы начали встречаться и расстались в течение одного года. Но мы оставались отличными друзьями до конца колледжа. Мы оба чувствовали себя некомфортно, одновременно были на грани нервного срыва. У нас также у обоих есть склонность быть язвительными, когда возникает какая-то ссора. И в конечном итоге ссора ни к чему не приводит. И мы оба только расстраиваемся. Я сам, конечно, не очень хороший человек. И когда я начал встречаться с ней, я не ожидал, что я нашел такого же, как и я. Удивительно, что я должен был прокрутить так далеко вниз, чтобы найти этот ответ. Это звучит как чертовский страшный сон для меня. Если бы я нашел точную копию себя, то все мои ошибки бы удвоились. И никто не мог бы мне помочь с этим. Да, конечно, это закончится хорошо. Моя жена похожа на мою полную противоположность. Мы просто чудесным образом ладим и смягчаем ошибки друг друга. В этом весь смысл наших отношений. Ей нужно, чтобы я сказал ей успокоиться. А мне нужно, чтобы она кричала на меня, если я делаю что-то не так. И у нас так проходит каждый день. Когда возникает проблема, нам даже не нужно ее обсуждать. Мы просто знаем, кто из нас должен взять на себя инициативу. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. У меня был такой опыт с моим бывшим. У него были почти все те качества, которые были и у меня. У нас совпадали мнения о разных вещах, интересы и даже проблемы. Это было похоже на сон, когда мы были вместе. Как будто я встретила свою идеальную половинку. Мы точно знали, что сказать в определенный момент. Мы смеялись над одними и теми же вещами. У нас всегда совпадали интересы и темы для разговора. Но мы оба тогда не очень серьезно относились к отношениям. И оба были в депрессии. Мы оба очень мягкие и уязвимые люди. И поэтому мы относились друг к другу с большой осторожностью. В итоге мы расстались из-за этих проблем. И теперь я встречаюсь с парнем, который не очень похож на моего бывшего. И это меня бесит иногда. Потому что я привыкла, что мое мнение и мнение моего парня всегда должно совпадать. А тут все вышло наоборот. У него практически всегда отличается мнение от моего. И мы иногда не можем говорить на определенные темы. Но он делает меня лучше, я уверена. Он всегда берет меня с собой, чтобы я чем-то занялась, а не сидела и скучала дома. Когда я в депрессии, он заставит меня пойти к врачу, вместо того, чтобы сказать, «О, да, у меня такая же штука, я тебя понимаю». Мы оба разные, и нас это объединяет. Абсолютно, но только если предположить, что есть какая-то физическая привлекательность. А так мы наслаждаемся одними и теми же вещами, придерживаемся одинаковых жизненных принципов, заботимся об одних и тех же людях, так что это было бы неплохо. Умею ли я знакомиться с людьми? Нет, но у него будет такое же качество, так что мы будем идеально подходить друг к другу. Так что это хорошая идея, мне кажется. В худшем случае, я, мы оба узнаем много нового о себе, и мы вырастем как люди в моральном плане. Я думаю, что это сработает, но если нет, то это будет, по крайней мере, довольно весело. Все, что вы написали, по сути, является правдой. Однако, если у вас обоих есть одни и те же недостатки, это, к сожалению, может усугубиться, и вам двоим будет только хуже. Он и я ленивые прокрастинаторы, поэтому мы вряд ли сможем чего-то добиться совместными усилиями. Потому что без поддержки партнера вы вряд ли будете способны что-то сделать совместное, и все вредные привычки будут только вам мешать. Предполагаю, что есть физическое влечение. Вот почему мой ответ будет абсолютным «нет». Я не нашел бы женскую версию себя, которая была бы физически привлекательной для меня, даже отдаленно. Даже если бы ее телосложение соответствовало идеальным женским пропорциям. Кроме того, не забывайте про психологический аспект, когда люди имеют те же слабости, что и вы. И это очень раздражает. Как бы мне не хотелось думать, что я хочу учиться и расти, было бы просто нереально ожидать, что это сработает. Каждый раз, когда у вас будет возникать проблема, вам придется рассчитывать только на себя и разбираться с самим собой. Конечно, такое будет происходить не каждый раз, но все же. Кроме того, встречаться с кем-то, кто отличается от вас, гораздо интереснее, и интерес к партнеру остается важной частью совместной жизни. С точки зрения личности, мы оба отлично справились вместе. Это было бы похоже на состояние, когда я хочу побыть наедине с самим собой. И она бы также любила творить какую-то дичь, как и я. Поэтому это было бы довольно весело. Теперь проблема в том, что я довольно поверхностный человек. И из-за этого у нас могут иногда возникать недопонимания. Ни за что. Если я когда-нибудь разозлю ее, она начнет молчать и игнорировать меня. Затем бы я решил дать ей посидеть в тишине. Это бы затянулось надолго, потому что я бы не понимал, что она тоже думает, что я злюсь. И она тоже даст мне посидеть в машине. Мы оба умрем, так никогда и не заговорив с друг с другом. При этом мы даже не поймем, в чем была причина всего этого молчания. Я помню, как смотрел какое-то реалити-шоу давным-давно о замужней азиатской паре, которая не разговаривала друг с другом около 15 лет. Оказалось, что муж очень ревновал, когда у них были дети, потому что детям уделялось больше внимания со стороны его жены, чем ему. Жена не понимала, почему он молчит, и просто продолжала с ним общаться, будто все нормально. Она у него спрашивала, как прошел его день и так далее. А он это все слышал и просто игнорировал ее в течение 15 лет. Именно дети отправили родителей на шоу, потому что они больше не могли этого выносить. Это было действительно странное дерьмо. Достоинства. Наш секс был бы диким, так как я предполагаю, что мы оба хотим похожих вещей во время секса. У меня всегда был кто-то, с кем можно было бы поиграть в игры, и в большинстве случаев мы были бы довольно равны. Моя жена ненавидит собак. У моего женского клона были бы все породы собак, которые бегали бы в одной стае. Дом нашей мечты был бы домом нашей мечты, и мы оба не шли бы на компромиссы, делая то, что нам не нравится. У меня хорошие гены в целом. Я сам спортивного телосложения. От природы умный. Никаких наследственных болезней, и наши дети были бы идеальны. Мы были бы великолепны в экономии денег. Я накопил 20 тысяч фунтов за пару лет, зарабатывая 10 баксов в час. Я питался очень дешевой едой. Недостатки. Мы бы не могли делиться мемами, потому что каждый раз мы бы слышали друг от друга. Видел, баян. Мы оба были бы немного стеснительными. А на этом видео заканчивается. Ссылка на мой телеграм-канал все так же находится в описании. И если на этом видео наберется много лайков, я сразу же начну делать вторую часть. А для того, чтобы не пропускать вечерние премьеры моих роликов, на которых мы с вами дружно общаемся, советую нажать на колокольчик. Спасибо, что поставил лайк и подписался на канал. До завтрашнего вечера. А вот рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Ну и если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok